Привет! С вами Арталаски и добро пожаловать на мой канал по созданию игр. С этого видео я решил начать новый плейлист посвященный не графике и коду, а теоретической части, которая позволит новичку, совершенно не имеющему представления как вообще делается игра, стать на путь емдево и начать собственную разработку, так сказать, собственную карьеру. В этом видео я расскажу как правильно придумать название для своей игры, а ведь все начинается с идеи, а у каждой идеи должно быть название. Большинство разработчиков совершенно не уделяют внимания при подборе названий для своих проектов, а это большой косяк, так как хорошее название влияет в первую очередь на узнаваемость бренда, а значит и на повышение продаж. Каким же надо придумать название, чтобы оно оказало положительный эффект и помогало выжать из игры все соки при продажах? Как раз о нескольких таких критериях я расскажу в этом видео. Первый из критериев, на мой взгляд, самый важный, это узнаваемость и оригинальность, то есть у вашего названия не должно быть аналогов, вообще никаких. В качестве примера можно привести мою незаконченную игру Aired The Saga, то есть такого названия Aired нет вообще нигде, а приставка The Saga помогает уже поисковику быстрее находить, а так сказать, мой проект и выводить его на первые позиции, что очень важно. Также в качестве примера можно привести мой ник и, собственно, название этого канала Artalaski. Если забить это название в Google, то будет вводиться только мой контент, ну и, в принципе, все. Поначалу там, конечно, вводилось много чего другого, то есть похожее по названию, но сейчас уже, когда канал стал более-менее популярным, Google уже стал его более так четко акцентировать и выделять именно меня. Опять же, само слово Artalaski не встречается больше нигде в интернете, что очень здорово помогло мне, так сказать, прорекламироваться. Если просто где-то услышать это слово и ввести его в Google, то в первую очередь выдаст именно мой канал. Вот, собственно, по такому же принципу нужно и придумывать название. Следующий критерий – это вирусный эффект. Вирусного эффекта вообще можно добиться множеством различных способов. Я даже сделал отдельное видео по этой теме. Но здесь скажу лишь то, что в названии должна быть какая-то фишка, обзывающая бурю эмоций. И если она будет, то узнаваемость бренда и хорошие продажи вам просто-напросто обеспечены. В качестве примера можно привести вот эту игру. И вот эту. И вот эту. В общем, сделайте пародию на какое-то слово. Сделайте так, чтобы его название совпадало с каким-то ругательством, смешным термином, событием, известным блогером или вообще какой-либо личностью или событием. В общем, можете вплести сюда что угодно, но главное, чтобы это вызвало какие-то яркие, сильные эмоции. Ну и, пожалуй, последний, но самый-самый важный пункт. Ну, несмотря на первый. Название должно быть лаконичным и легко запоминаться. В общем, это самая частая ошибка, которую допускают разработчики при подборе названия для собственных проектов. Они делают его слишком длинным или из таких сложных слов, которые вообще плохо запоминаются. А еще и направляют разные длинные приставки, как в примере вот тут вот. В общем, никогда так не делайте. В идеале название должно состоять из одного или двух слов, ну, максимум трех. Больше не надо, все, хорош. И, пожалуй, еще стоит добавить то, что название должно быть звучным и легким. Его должно быть легко запомнить и написать, легко произнести, прочитать и так далее. То есть, легко сказать, не показавшись дебилом, валя свой чудесный английский акцент. В качестве хороших примеров можно привести Доту, Варкрафт, Айон, Фаркрай. В общем, практически любая онлайновая игра, ну, за исключением Фаркрая, конечно, любая ММО, РПГ, а все они имеют такие короткие названия из одного слова, а при этом большинство из них также соответствуют и первому критерию. То есть, если вы ведете, например, Дота, вы найдете всю информацию чисто по этому проекту. Ведете название Айон, найдете только все по Айону. Только потому, что больше нету никаких других проектов с таким вот названием. И когда вот эти два критерия сочетаются вместе, это дает очень хороший эффект. Поэтому, когда придумываете название для своей игры, старайтесь сочетать в себе и первый, и третий критерий. Ну, а если у вас получится привести сюда еще и вирусный эффект, то это будет просто бомбовское название. А что касается, кстати, моего Бладласта, а если ввести в гугле просто Бладласт, то есть просто одно слово, но оно не соответствует первому критерию. А можно найти множество разного контента, даже напитки есть, Бладласт. Не говоря уже про фильмы, различные игры, ну, с какими-то приставками, но главное слово у них все равно идет Бладласт. Но, если к моему названию добавить приставку 2D, чтобы получилось вот примерно вот так, то будет находиться уже только мой проект. И, впрочем, в этом вся суть. То есть здесь сочетается уже и первый, и второй критерий. Первый то, что он как бы взойдет в том плане, что у него нет аналогов. То есть Бладласт 2D больше просто нигде в интернете не существует. Ну, по крайней мере, поисковики вроде гугла его в данный момент не находят. И соответствует третьему критерию, что название состоит всего из одного слова, ну, и приставочка 2D. Но это, я думаю, несложно запомнить. И в целом получается вот такой вот правильный положительный эффект. Ну что ж, если вам понравилось это видео, подписывайтесь и ставьте лайки, а также вступайте в группу ВКонтакте и участвуйте в челлендже Игробустер. С вами был Арталаски. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова